В фокусе внимания, естественно, ситуация в Дагестане. Я напомню, что 29 октября толпа ворвалась в терминал аэропорта Махачкалы, куда прибыл рейс из Израиля. Погромщики кричали «Аллах Акбар», вламывали служебные помещения, искали везде евреев, также они прорвались на посадочную полосу. В России утверждают, что телеграм-каналы, которые раскручивают акции против Израиля, ведут украинские спецслужбы. Неудивительно, никто даже и не сомневался в этом. Конечно же, во всем виноваты украинские спецслужбы. В связи с этим лояльные российской власти паблики заявляют, что антисемитские акции в России инспирируются из Украины. Участников этих акций обвиняют в работе на киевский режим. Интересна была реакция некоторых. Например, Симоняна написала о том, что то, что происходит в Дагестане, точнее происходило это очень плохо, очень и очень плохо. Интересно, кем это все организовано. Глава Дагестана отреагировала постом, которым написал о том, что участники этого беспредела воткнули нож в спины тех, кто сейчас сражаются с нацистами в зоне так называемой СВО. А сегодня утром написал, что во всем виноваты бандеровцы, Михаил. И вот это якобы страна кричала о том, что это у нас здесь разгул нацизма, какие-то дикие нацики бегают, антисемитизм процветает. Вот то, что происходило в Дагестане, вот как вы интерпретируете с точки зрения также тех слухов, которые сейчас активно подогреваются, беря во внимание информацию и профессора Соловья, и телеграм-канала Генерала СВР о том, что Путин умер. Приходим к выводу, что при Путине такого не было? Не, ну Путина я бы сюда вообще, мертвого Путина я бы не примешивала, а живого вполне возможно. Они не случайно сейчас сказали вот эту историю про нож в спину, они проговорились фактически, да? В таком смысле? Они действительно обвиняли нас, что, мол, у нас тут нацисты, а оказалось, что нацисты это они, кто бы мог подумать. Ну вот у них нацизм в России. Ведь все, что вчера произошло, важно подчеркивать, что это не какие-то дагестанцы, это россияне, правильно? Это сделали россияне. Это Россия и россияне, это очень ключевое, важное слово здесь. Знаете, вот в Париже сегодня был опрос, и, ну, во Франции, в смысле, был опрос, и сегодня результаты опубликовали, что, я не помню сейчас процент, не вспомню, это очень высокий процент, опасается, что во Франции произойдет то же, что произошло 7 октября в Израиле. Но они же про что говорят? Про то, что это некие иммигранты, правильно? Иммигранты, там что-то такое устроят. В России это устроили не иммигранты, это устроили сами коренные россияне. То есть коренные россияне оказались антисемитами, погромщиками, террористами, коренные россияне. Именно нацистами в чистом виде. Они же искали по национальному признаку людей, пытались убивать по национальному признаку людей. И требовали для них смерти по национальному признаку. Поэтому действительно как бы это нож в спину идеологии Путина. Духовным скрепом его так называют. Но в то же время, кто разжег антисемитизм в России? Вот самый простой вопрос. Разжег антисемитизм в России Путин, Лавров, это два главных разжигателя антисемитизма в России. Никто иной. Путин и Лавров. Два человека. До этого были даже слухи, что, я скажу, посмотрите, в России же нет антисемитизма. Но два важных достаточно человека Лавров и Путин его разожгли. Именно поэтому, кстати, вспыхнуло это там сначала на юге. И только потом будет добираться в другие регионы Российской Федерации. Все это повторится обязательно. Просто в Новосибирске в каком-нибудь еще где-то. Значит, почему это вспыхнуло там, на юге? Там самая большая поддержка у Путина. На выборах от 2018 года в Дагестане Путин набрал 90,7% голосов. А в целом по стране 76%. Вот. Значит, эти люди доверяют Путину. И вот Путин выходит и почти каждый день выступает с антисемитскими заявлениями. Почти каждый день он говорит. То там Зеленский во всем виноват, потому что он еврей. Потому что он плохой еврей. То, значит, Моша Израиль Чубайс сбежал в Израиль вместе со всеми русскими деньгами от Роснана. Этнические евреи. Этнические. Они постоянно вот это подчеркивают еще. Этническое происхождение. То есть тут важность именно этнического происхождения. Поэтому вот нужно отлавливать евреев и что-то с ними делать. Лавров, который говорит, что Гитлер был еврей, что антисемиты все евреи, что Холокост устроили евреи. То есть как бы еще и Холокост они устроили. И вот это все играет. Собственно, публика слушает и знает. А, оказывается, евреи во всем виноваты. Об этом сообщает им Путин. Человек, которому они доверяют. Кому больше всего доверяют в России? Путину. Ну, конечно. Больше всего населения, если спросить. У кого самое высокое уровень доверия сегодня в России? Ну, точно у Путина. Не у Соловьева же, а у Путина самый высокий уровень доверия. Не у Симонян. Поэтому не надо думать, что какие-то пропагандисты его зажгли. Это разжег лично Путин. И Лавров, у которого, конечно, уровень доверия там сто раз ниже. Но, тем не менее, все равно представители высшей государственной власти. Так что я думаю, что после Путина на втором месте по доверию власть в целом. Не какой-то человек конкретный, а в целом власть. Ну, как вот у нас на первом месте Зеленский, ну, на первом месте у нас ВСУ, на втором Зеленский. Ну, условно говоря, по доверию я имею в виду. А там на первом месте Путин, на втором власть. Они разжигали, никто не останавливал. То есть, внутри России с этим никто не боролся. Ни один человек не боролся с разжиганием антисемитизма внутри России. Ни один вообще, понимаете. Там один какой-то раввин московский уехал из Российской Федерации, когда началась война. Один. Ну, знак протеста. Один. Там есть сотни еврейских организаций. Часть из них финансируется в том числе из бюджета государства Израиля. Еврейские организации. Хоть одна из них вышла и выступила против антисемитизма путинского или лавровского. Ни одна. А знаете, что вчера сделал Российский Еврейский Конгресс? Он вчера выступил с заявлением по поводу вот этого погрома в Махачкале. И я провел важный эксперимент. У меня вчера был специальный стрим поздно вечером по поводу именно Махачкалинского погрома. Экстренный стрим на канале Шейтельмана. Еще раз призываем всех подписаться. Да, подписаться пора, потому что уже вы не успели в 300 тысяч. Уже у меня 301, сегодня тысяча. Сами понимаете, так можно и в миллион не вписаться. А после миллиона прием будет закончен на новых членах. Это у меня святое. Я сказал, что после миллиона ни разу никого не буду призывать, я не могу запретить, потому что Google не позволяет, но не буду призывать. Сейчас нам подписывают. Количество мест ограничено. Осталось 699 тысяч мест на канале Шейтельмана. Значит, ну что я, если серьезно, хотел сказать. Я вчера взял и зачитал обращение РЭК по поводу этих погромов. И я задал вопрос зрителям. Как, по-вашему, это чье обращение? Там же не сказано слово РЭК в самом обращении. Я говорю, как, по-вашему, чье это обращение? Варианты самые распространенные были, что это Песков, Симонян или Захарова. Серьезно. Потому что знаете, о чем говорится в обращении российского еврейского конгресса? Что антисемитизма в России нет. Что в России нет антисемитизма, что вообще не характерно. На Кавказе нет антисемитизма и в России нет антисемитизма. То есть там не было сообщения, что вообще-то у нас Путин президент антисемит, Лавров министр иностранных дел антисемит. Этого не было в обращении российского еврейского конгресса. То есть по всему миру есть антисемитизм, кроме России? А России нет. Вот видите, 301 тысяча, это я доказательство привел. Значит, и получается, что как бы в России антисемитизма нет и беспокоиться не о чем. Ну, раз нет антисемитизма, так что переживать-то? Ну, его ж нет. И это говорят сами евреи, вроде как. Ну, кстати, возглавляет этот конгресс, по-моему, он председатель президиума, или там есть, короче, президиум этого всероссийского еврейского конгресса. Это Михаил Фридман и его подельники, за которых подписывали письма вот эти вот люди, которые требовали там отменить. Ну, потому что там Фридман, Хан точно там же в этом совете этого конгресса и так далее. То есть это Фридмановский, в кавычках, так скажем, конгресс. То есть, понимаешь, он не один человек там главный, их там сколько-то достаточно много. Но все-таки он ассоциируется с Михаилом Фридманом. Вот конгресс имени Михаила, ну, имени я сейчас очень в кавычках, да, говорю, Михаила Фридмана, говорит, что антисемитизма нет. Нет. Понимаете? Сколько вышло вчера еврейской организации России с протестами? По стране? Сколько? Там в каждом городе есть конгресс. В каждом городе есть джойн, сахнут. Что там еще у них было? Какой-то культурный еврейский центр, который оплачивает государство Израиль. Оплачивает из своего бюджета. Сколько вышло с протестами? Ноль. А в ответ тишина, да. А что вчера заявил посол Израиля в России, вы знаете? А ничего не заявил. Вчера МИД заявлял, и МИД еще сказал, что посол, Александр Бенцеви, посол России в Москве, ну, Израиля в Москве, занимается спасением, значит, тех, кто в самолете евреев. Да? Что-то мы его на поле летном не видели. А заявления не было. А посла не отозвали из Москвы. Кстати, Израиль тоже не выступил. Нет, Израиль в МИД выступил, но тоже так осторожно. То есть, он вызвали посла, вчера вызвали посла России в МИД, но за что? За то, что делегация Хамас приехала. Понимаете? Ну, со стороны Израиля прозвучало обращение о том, что призывают российские власти обеспечить безопасность евреев, которые проживают на территории России. Это было. Ну, и все. То есть, никакого разрыва ни по отношению из-за антисемитизма такого, из-за того, что это раздуло государство, это президент лично России, главный антисемит страны, собственно, и устроил, конечно же, он этот программ. Ну, что эти люди устроили программу? Они бы сами смогли это придумать. В Дагестане? Ну, серьезно? Нет, они слушали президента, он им говорил, что делать фактически. Ну, вот эта версия, которая сейчас активно циркулирует в информационном пространстве, что, мол, это все через телеграм-каналы украинские, проукраинские, в том числе видна российская власть и рука, почерк украинских спецслужб, да и сам факт, что захватывают аэропорт, парализуют его деятельность, это же является свидетельством того, что и региональная власть, она ослабевает постепенно. Да, власть была, я думаю, в общем, вместе с погромщиками, а что, собственно, насколько я понимаю, там количество полицейских было достаточно большое аэропорту, они же не остановили их. В смысле, они бились, стреляли до последнего патрона, но не смогли остановить? Нет! Они стояли и смотрели. Они стали как-то убирать этих людей через несколько часов, когда те уже захватили самолеты, проверили их, захватили все служебные помещения, разграбили магазины там в этом аэропорту. Нет, полиция до этого начала стрелять? Нет! Полиция смогла защитить свои, она же защищать должна была граждан, правильно, в мирных сидящих в самолетах. Она стала это делать? Нет! Поэтому какая власть? О чем речь? Власть была с погромщиками. В смысле, что власть не справилась? Власть справилась, помогала. Эти погромщики, они, на ваш взгляд, вот так как-то спонтанно организовали, собрались в этом аэропорту, кто-то же их курировал или не курировал? Да, но это я не могу знать. То есть, ну, ФСБ занималось этим, или же там, это какие-то местные организации, тут надо, я просто никогда там в этом месте никогда не был, ну, я имею в виду этот регион вообще, и сказать что-то о том, как там, что работает, ну, просто у меня не хватит компетенции, да, что-то утверждать, это были бы сказки. Я не хочу сказки рассказывать, я понятия не имею, как. Я знаю главное, как политтехнолог, я же могу рассуждать не как вот человек, который в спецслужбах разбирается, ну, так же не разбираюсь, правда. Я могу разбираться только в публичных вещах, публичных, как сформировывается это мнение, для того, чтобы вам при помощи любого ФСБ нанять, даже нанять, две тысячи человек там, по-моему, или что-то такое ворвалось, да, в аэродром, чтобы вам две тысячи человек собрать, вам нужно, чтобы эти две тысячи человек уже были антисемитами, уже были, иначе они не будут с таким остервенением искать этих евреев. А вот как сделать из них антисемитов? Не на собрании, что ФСБ их вызвали, значит, так вы завтра сегодня антисемиты. Телевизор, Путин, каждый день и Лавров. И отсутствие ноль реакции, правильно? Вот и все. Ну, по поводу отсутствия реакции, Михаил, вот с точки зрения тех же антикризисных коммуникаций, сейчас уже 11-15 по Киеву, многие отреагировали, большая часть вообще не заметила вот этот инцидент в Дагестане, а Кремль-то молчит, Песков молчит, никто не реагирует. Почему? Значит, да, я, естественно, имел в виду, конечно же, отсутствие реакции со стороны евреев, Израиля, мирового сообщества на антисемитизм Путина и Лаврова. Вот когда Путин вышел с антисемитскими высказываниями, где по миру были демонстрации остановить антисемитизм Путина? Ноль было таких реакций, понимаете? Вот сейчас все это произошло. Где по миру демонстрации, помните, после Шарли и БДО, да, весь мир съехался в Париж, мы Шарли, там, и так далее. Сегодня где мы, евреи, надпись у каждого россиянина? Где значок «Я еврей»? Вот каждый россиянин, чтобы вышел со значком «Я еврей» и ходил по улицам Махачкалы. Есть такие? Но если в Махачкале большинство не антисемит, пусть они как положено надевали значок «Я еврей». Помните, оппозиционеры надевали значок «Я грузин» в 2008 году. Помните, в Дании, когда туда пришли фашисты, то король вышел с шестиконечной звездой желтой. Приказали фашисты всем нацепить шестиконечные желтые звезды. И первым это сделал король Дании. Он вышел с шестиконечной звездой. Датчанин, естественно, не еврей. И тогда все массово начали датчане флешмоб в то время нацеплять на себя шестиконечные звезды. Вот так вот. А в России сейчас вышли со значками «Я еврей»? Сколько человек вышло? Миллион хотя бы вышел? Или пять миллионов? Ну, хотя бы. Или все-таки все антисемиты, в том числе еврейские организации тоже. А они что, испугались? То есть как бы жить там им не страшно. Все нормально при антисемитизме. Хотят вот дружить с Путиным. И, кстати, да, вы знаете, даже в обращении этого российского и еврейского конгресса говорили, мы на контакте с властями. На контакте они с властями по этому поводу. С какими еще властями? С теми, кто разжигает антисемитизм, они на контакте. То есть они же и есть, как бы получается, главное. Ну, кстати, они же особо и не выступали по поводу 7 октября точно так же все эти еврейские организации, что они выражали солидарность. А, кстати, визит Хамаса много они осудили. Вот я помню, как МИД Израиля заявил, что это неприемлемый визит Хамаса в Россию, что нужно срочно выдворить этих хамасовцев. Это разжигание терроризма, сказал Израиль по поводу визита Хамаса в Россию. Я оказался прав. Вот вам продолжение. А еврейские организации Российской Федерации сколько сделали заявления по поводу визита Хамаса? Что-то я не видел. Не знаю. По поводу молчания кремляров. А, кстати, молчание правительства, да. Значит, во-первых, не только правительство. Я тут посмотрел списочек, медиашь тоже молчат, знаете. Да, НТВ только сообщил. То есть первый канал и РТР, или как он там называется, канал России, они не сообщили об этом. То есть этого не было в России. Не было. Какая может быть реакция на то, чего не было? Об этом сообщил канал НТВ. Ну, типа криминальная хроника такая легкая. Вот. Поэтому, ну, скажут сейчас что-то абсолютно нейтральное. Они что, против Хамаса? Против кого будут выступать? Против своих собственных граждан, которые, значит, требуют. То есть это что? Они должны своих граждан осудить? Огромную толпу настоящую? Своих сторонников они должны осуждать? Это же путинисты вышли. На улицу вышли путинисты. Ну, возможно, публично заявят о том, что там глава республики Дагестан, он не справился там с... Да, это я... Слушай, вот им главу не жалко. Они хоть зарежут эту главу, хоть голову ему отрежут. Это вообще все равно им не в этом. Будет садик бес. Хуже, гораздо хуже. Для них хуже проблема, потому что у них вот их база электоральная, их избиратели, те, кто, собственно, на ком они стоят, это вот эти люди, погромщики. Других нет. Потому что это избиратели Путина. Вот так они выглядят. Они что скажут? Наши избиратели, бандиты и преступники? Мы их сейчас всех пересажаем. Кого? Своих собственных избирателей? Да вы что? Там был хоть один человек, который голосовал против Путина, по-вашему? Там был хоть один российский оппозиционер, который выходил там, а сторонник Навального, по-вашему, штурмовали эти самолеты? Нет, сторонники Путина это делали. Они не будут выступать против своих собственных сторонников. Мне лично так кажется все это. Официальный аккаунт сектора газа поблагодарил народ Гестана за антиеврейский погром в аэропорту. Ну да, логично. Что ж. Кстати, официальный аккаунт сектора газа Хамас пообещал, вчера было сообщение, вернуть в Россию тех заложников, у которых есть российское гражданство. Потому что свои. В НАТО уже отреагировали, сказали о том, что беспорядки в аэропорту невыгодны Кремлю, хоть и не являются результатом разжигания ненависти российской пропаганды. Ну, НАТО, как учение это часто бывает, в роли капитана очевидности выступает. Понятное дело, что российская пропаганда уже на протяжении многих лет занималась тем, что разжигала ненависть. А в прошлый раз, я помню, НАТО прилетело на самолетах, 2000, 2000 самолетов задействовали, чтобы бомбить Белград, когда был геноцид в Косово, да. И даже захватили, оккупировали Косово и провозгласили независимость. А с Махачкалой и Дагестаном они не хотят так сделать? Ну, как бы, если там так к евреям относятся. Непонятно, почему не хотят. Не могу ответить на этот вопрос. Загадка века прям. Да, загадка. Аэропорт Махачкалы прекратил прием самолетов до 6 ноября 2023 года. Об этом сообщили в Росавиация. Вот, на ваш взгляд, как будет в краткосрочной перспективе развиваться ситуация? Не, ну, это им не привыкать. У них сейчас все... Вы знаете, да, что на юге России закрыто огромное количество аэропортов, международных, в том числе, там, Ростов уже давно без аэропорта живет. То есть, у них такой кусочек размером с полукраины, которым тоже нет авиасообщения, как и у нас нет авиасообщения. Поэтому, по-моему, в Краснодаре тоже нет авиасообщения, если я правильно помню, я сейчас могу ошибаться. Не вспомню, точно, честно говоря. Вот, то есть, там очень много таких. Ну, Курск, Белгород, тоже ж не работают аэропорты. И не знаю, как Воронеж. Наверное, Воронеж еще работает. Поэтому, ну, одним аэропортом меньше, одним больше. Ну, господи, не привыкать. Более двух с половиной тысяч зрителей смотрят нашу прямую трансляцию, наше прямое эфиро. Друзья, спасибо вам за то, что вы вместе с нами проводите понедельник в нашей компании. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, в чате к трансляции. Напоминаю, пишите свои вопросы, я их буду озвучивать. Михаил будет на них отвечать. Ну, и, конечно же, я...